Второй стала тактика специального учения батальона радиационной, химической и биологической защиты регионального командования ЮГ. Однако в этом учении приняли участие не только военные химики, но и представители других силовых структур, а также ряда государственных учреждений и органов. Широкий круг участников учения объясняется важностью темы – химическая опасность на объекте промышленности и меры экстренного реагирования по предупреждению и ликвидации последствий. Именно поэтому состоялось учение на базе предприятия «Казфосфат» и в отработке совместных действий, помимо военных химиков, были задействованы специалисты химического предприятия, представители департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области, аварийно-спасательных служб, департамента полиции области, медики, а также военнослужащие национальной гвардии. Согласно легенде учения, диверсионные силы противника заминировали на территории предприятия «Казфосфат» самодельным взрывчатым устройством две емкости с аммиаком. В числе первых были оповещены силы департамента по чрезвычайным ситуациям и вызвана помощь подразделения Министерства обороны. С необходимой спецтехникой незамедлительно на «Казфосфат» прибыл отдельный батальон радиационно-химической и биологической защиты регионального командования «Юг». Пока производилась условная эвакуация работников предприятия «Казфосфат», силами национальной гвардии была отцеплена территория предприятия. А военные химики с помощью специальных машин провели химическую разведку местности, оценив масштабы химической опасности. Также к работе приступил робототехнический комплекс, который способен выполнять большой спектр задач. По показаниям приборов определять химические вещества, доставлять опасные предметы в указанные места, производить определенные операции. Силами и средствами, задействованными в учении, был проведен еще ряд различных мероприятий, в числе которых дегазация аммиака, эвакуация раненых вертолетом, оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим, обработка специальным раствором костюмов, в которых специалисты устраняли химическую опасность и многое другое. В короткие сроки совместными усилиями угроза, связанная с утечкой аммиака, была предотвращена. Такого рода учения нужно проводить во взаимодействии с этими силами и средствами. Во-первых, это улучшает систему организации взаимодействия сил и средств между силовыми структурами, а также помогает формировать навыки, систему выработки, принятия решения, а также непосредственно выполнение задач по ликвидации аварии на химически опасных объектах. За ходом учения вместе с руководителями КАСФАСФАТА, государственных учреждений и ведомств наблюдал командующий войсками регионального командования ЮГ генерал-майор Мирике Кучикбаев. Он высоко оценил слаженность действий силовых структур, полиции, медиков, пожарных, аварийно-спасательных служб и других органов. Им было отмечено, что проведение межведомственных учений помогает отработать алгоритм взаимодействия и вырабатывает готовность к различным угрозам безопасности. По итогам тактика специального учения, командующий войсками регионального командования ЮГ вручил отличившимся участникам учения грамоты, а также выразил благодарность руководству предприятия КАСФАСФАТ за предоставление производственной площадки в качестве базы для учения. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко, Айкын Акпарат.